друзья всем привет спасибо что в очередной раз заглянули на мой канал данном обучающем видео мы с вами поговорим на тему изучения азов программирования в игровой форме компьютерная техника проникает в нашу с вами жизнь все глубже и глубже практически любой вид деятельности человека любая работа предполагает владение смартфонами компьютерной техникой на неплохом уровне по возможности понимая это наиболее прогрессивная часть человечества занимается разработкой вот таких вот игровых систем о которых сегодня мы с вами поговорим которые позволяют в игровой форме осваивать вот те самые азы программирования которые в будущем несомненно всем потребуется я уверен на сто процентов что обучение детей самого раннего возраста хотя бы азам программирования может в будущем очень серьезно позитивно сказаться на развитии общества и самой жизни этих людей однако когда мы начинаем обучать детей с первого второго или третьего класса программирование мы сталкиваемся серьезными проблемами потому что ребенку достаточно сложно понять структуру механизмы методы которые используются в языках программирования вот и тут нам на помощь как раз таки приходят вот эти самые средства в данный момент на экране я сейчас показываю а также будет в описании к видео перечень из достаточно большого количества этих систем более подробно я бы наверное хотел остановиться сегодня на двух для мальчишек я думаю будет интересно изучение программирования программой для ios или android lightbot вот в этой системе мы программируем действие робота для выполнения определенных задач на игровом поле начинать пользоваться то есть играть ребенку с этой системой и изучать азы программирования я думаю можно уже где-то с пяти с шести лет если даже не с четырех в четыре года вот я например с своим сыном пробовал он проходил первую часть уровней там где-то до середины игры вот с циклами там возникали некоторые уже сложности вы чуть чуть более сложнее это понимается но я думаю для мальчишек пяти шести семилетнего возраста вполне будет эта система интересной вот к тому же у нее есть бесплатная версия с определенным количеством уровней который в принципе хватит для достаточно продвинутого уровня изучения азов программирования еще одной системы которую бы я хотел в этом видео упомянуть называется scratch эта система не совсем такого же плана как например lightbot это не игра это среда разработки в которой ребенок может создать небольшой анимационный мультфильм музыкальный клип либо даже небольшую компьютерную игру как раз таки вот на этой системе scratch я предлагаю установиться поподробнее и даже наверное мы с вами давайте выполним одно из заданий которые являются вполне себе практичным его задали одной из моих учениц и она как раз таки обратилась ко мне за помощью в решении данного задания тем самым я этим видео убью сразу же два зайца покажу как пользоваться системы что она из себя представляет и также разберем конкретное домашнее задание одного из моих подписчиков итак система scratch была разработана в массачусетском институте технологии для того чтобы воспользоваться этой программы необходимо скачать и установить оффлайн редактор scratch версии 2.0 для его работы требуется технология adobe air которая также автоматически установится вместе с установкой системы работает на компьютерах с операционной системой mac os windows и linux рабочее окно программы представляет из себя следующую картинку значит цифрами на картинке я отметил различные области и давайте по ним быстренько пробежимся область номер один это у нас область сцен сцена это у нас какая-то фоновая картинка на которой и происходит действие нашего анимационного мультфильма либо клипа либо игры которые мы с вами пишем сцену можно оставить пустой для сцены можно использовать фоновую картинку или фотографию либо можно нарисовать посредством простых достаточно инструментов какую-то свою сцену например допустим лабиринт следующая область у нас 2 это область спрайтов я бы ее назвал бы областью действующих персонажей нашего с вами клипа или мультфильма или игры которые мы с вами монтируем соответственно чем больше действующих персонажей тем больше здесь объектов у нас с вами будет размещено вверху этой области ну и во многих других областях вы видите небольшие такие пиктограммки иконочки кнопочки такие да чтобы изучить их назначение достаточно просто мышкой навести на любую из этих пиктограммочек или кнопок сразу же всплывает пояснение о назначении этой кнопки так например в области 2 пиктограммка с интересным таким человечком это добавление нового персонажа в наш с вами проект отлично поехали дальше область номер 3 здесь вы видите наверху вкладочки скрипты костюмы звуки а также в скриптах вы видите разделы движения внешний звук перо события управления сенсоры операторы и другие блоки в данный момент например раскрыт раздел данные и в этих данных мы можем например создавать различные переменные перри что такое переменные вот например в нашем задании который мы с вами будем решать посредством среды scratch в данном видео будет создание такой игры ну давайте назовем ее игра в кошки-мышки то есть мы управляем движениями кошки курсором с клавиатуры то есть клавишами стрелками мы управляем движением кошки и кошка должна гоняться за мышами чем больше мышей она поймает тем лучше поймав 10 мышей игра заканчивается и звучит победный сигнал так вот единственная переменная с названием съела при реализации данной игры нам потребовалось для того чтобы посчитать сколько же мышей съела кошка потому что чтобы игру вовремя остановить и воспроизвести звуковой файл нам нужно посчитать что вот кошка уже 10 мышей поймала вот для этого и нам и потребовалось это самое переменное съел без этой переменной игра бы длилась до бесконечности кошка ловила очередную мышку появлялась следующая и так бы это действие на наши с вами никогда бы не закончилось но если пробежаться по другим разделам ну например давайте пойдем в раздел движения здесь мы видим уже немножко другой состав команд вот они даже не умещаются на одном экране давайте по ним пробежимся например движение какие у нас есть движение идти 10 шагов что это такое это наш с вами объект выбранный ну например кошка продолжает движение в выбранном направлении то есть то куда она смотрит она двигается в этом направлении дополнительные 10 пикселей то есть 10 точек экрана следующее действие из раздела движения повернуться на сколько-то градусов по часовой стрелке повернуться против часовой стрелки на определенное количество градусов повернуть в направлении то есть просто развернуться например направо налево вверх или вниз повернуться к указателе мышки перейти в x и так далее то есть достаточно большой набор различных команд на все случаи жизни то есть чтобы вам не потребовалось например в начале нашей с вами игры кошку необходимо поставить допустим в определенную точку и мы здесь соответственно найдем подходящую нам для этого команда она у нас будет перейти в x и y то есть сразу же перейти в какое-то место на поле с определенными координатами x и y значит следующий раздел внешность к внешности относятся это когда объекты например что-то говорят говорить что-то в течение скольких-то секунд просто что-то сказать и фраза чтобы это осталось думать сколько-то секунд так просто думать действия показаться и спрятаться вот например у нас есть такие объекты которые например могут показываться только при достижении какого-то события то есть когда у нас начинается с вами игра игра стартует посредством нажатия на зеленый флажок то в начале игры подобные объекты мы с вами прячем и их отображение производится уже где-то внутри нашего с вами скрипта при достижении какого-либо условия ну допустим это может быть условие если кошка касается mouse1 то есть кошка касается мыши то например у нас будет показаться там и показывается какой-нибудь объект например ну допустим съеденная мышка да там хвостика от мышки вместо мышки вот как строится скрипт скрипт практически в любом объекте а скрипты в разных объектах они разные вот например смотрите сейчас у нас выбран объект код у него один скрипт а если мы выбираем объект мышка mouse то у нас на скрипт будет совершенно другой вот но в любом случае наши скрипты начинаются с команды когда щелкнут по флажку тем самым вот этот вот механизм который мы закладываем в каждой из персонажей он начинает работать именно в момент нажатия на флажок сделать какую-то взаимную вязку действий между объектами по-другому сложнее маленькой хитростью как раз таки программирование игр здесь можно отметить то что когда вы выбираете из библиотеки вот этих вот объектов здесь есть специальная библиотека с картиночками когда вы выбираете персонажей я бы рекомендовал выбирать тех персонажей из библиотек на которых мы как бы смотрим сверху то есть вид сверху если персонаж у нас сбоку то когда он у нас начинает перемещаться по полю то вот это вот вращение этого персонажа ну грубо говоря он может например на голову встать чтобы пойти направо это не совсем корректно в то же время когда объект у нас вид сверху он может свободно вращаться вправо-влево вот например код смотрите код ходит вправо-лево вверх-вниз и то что он без анимации то есть у него нет его движений проанимированных то есть один шаг второй шаг здесь никакой проблемы это не составляет то есть у нас просто перемещается по игровому полю этого вполне достаточно для ухода бедной анимации так значит мы немножко поговорили о разделе внешность есть раздел звук у нас здесь ну звуках это всевозможные проигрывания звуковых файлов при достижении каких-либо опять-таки событий например когда кот догнал очередную мышку у нас может воспроизводиться звук допустим мяу да при достижении 10 съеденных мыши может воспроизводиться допустим аплодисменты зрителей вот это все как бы программируется в том скрипте который я набросал который я вам здесь покажу более подробно в нем это все есть в это все увидите обратите внимание еще на такой момент что каждый персонаж нашей с вами игре он имеет свое определенное латинское название например у меня выбран код 2 это код вид кота сверху и выбрана мышь мышь mouse1 у меня называется соответственно если вы например из библиотеки выбираете других персонажей то обратите внимание что или например другие звуки из библиотеки звуков то название этих звуков или название персонажей будет отличаться соответственно в скрипте вы должны например вот например есть такая команда играть звук мяу-2 то есть если вы например не использовали этот звук мяу-2 то возможности поставить именно вот чтобы он производит произносил звук мяу-2 у вас не будет но у вас будет в ниспадающем списке возникать название выбранных вами звуковых файлов так идем дальше со звуками не очень интересно ну перо это тоже не очень интересно данные я уже рассказывал здесь у нас переменные создаются и в том числе здесь есть команды задать переменной такое-то значение какое-то ну например в начале нашего скрипта мы обнуляем конечно же значение переменной почему потому что например игра один раз отработав до дойдя до 10 съеденных мышей при повторном запуске если вы не сбросите значение этой переменной в ноль у вас продолжится рост значение этой переменной то есть уже будет каждая съеденная мышь это будет 11 12 и так далее а это не совсем корректно вот об этом нужно думать и в реальном программировании как раз таки точно такие же ситуации необходимо тоже предусматривать поэтому вот это очень важный момент который действительно мы должны освоить так ну например изменить значение переменной там на единицу на двойку и так далее показать переменную скрыть переменную и следующие так следующий раздел события как раз таки здесь находится например как когда события когда щелкнут по флажку с которого мы начинаем как я уже сказал любой скрипт также здесь есть например такое событие когда нажата клавиша да то есть мы можем какие-то действия перевязать вот к нажатию клавиш так ладно пошли следующий раздел управление очень важный раздел здесь у нас находится все возможные условия и большинство циклов ждать сколько-то секунд повторить определенные команды сколько-то раз то есть цикл да с определенным количеством повторений цикл всегда то есть если мы например хотим чтобы нас какой-то код крутился до бесконечности мы его как раз таки включаем вот в этот вот цикл всегда есть условия если такой вот квадратик , то что-то в частности это условие мы используем например для как раз таки реализации например движение нашего кота нашего персонажа поместив в наш с вами скрипт 4 команды если воткнув сюда еще условия сенсорная клавиша какая-то нажата то повернуться в направлении таком-то и идти сколько-то шагов вот это вот и есть реализация базового механизма перемещения персонажей по нашему игровому полю то есть у меня например здесь сделано если нажата клавиша вверх тогда мы поворачиваем в направлении вверх и идем 10 шагов если нажата стрелка вниз то поворачиваем в направлении вниз 180 градусов идем 10 шагов если нажата клавиша стрелка направо поворачиваем направлении направо 90 градусов и идем 10 шагов и четвертое клавиша стрелка влево нажат поворачиваем направлении минус 90 градусов то есть влево и идем 10 шагов тем самым вот эти вот четыре команды как раз таки реализует наше движение вот еще одно условие здесь у нас тыкли присутствующая если наш с вами код то есть это скрипт кота и поэтому если касание mouse1 объекта имеется ввиду так что если объект код касается объекта мышь тогда мы выполняем команду изменить переменную съел на единицу то есть увеличить ее на 1 и играем звук мяу вот в принципе достаточно небольшой скрипт вот но это у нас в собственно говоря все весь механизм работы нашей игры кошки-мышки которую мы реализовали до 10 съеденных мышей теперь давайте посмотрим как это работает вот наш игровое поле вот кошка я запускаю игру вот мышка прыгает причем смотрите если мышь кот медленно ловит мышку то мышка убегает она изменяет свои свои местоположения вот мышка наша бегает кошка ее ловит вот съели одну мышку 2 3 уже 4 до 5 6 7 8 9 то есть если кот медленно ловит мышка убегает в другое место прячется вот сейчас будет десятая мышь аплодисменты звучат кот съел 10 мышей по идее можно было программировать следующий уровень например что надо было бы еще поймать 20 мышей да игра закончена видите все стоит то есть движение и мыши и мышки и кошки прекратились то есть это конец игры вот такая вот достаточно простая игра ее можно было реализовать ну вот я на это потратил где-то допустим 10 минут ну может быть 15 чуть-чуть под разбиравшись некоторыми командами вот у ребенка на это может уйти конечно и час и два вот но если ребенок заинтересуется этой технологии он может здесь делать и мультфильмы как я уже сказал и клипы всевозможные и даже писать игры вот эта платформа она очень популярная в данным в данное время для этого есть вполне себе серьезные предпосылки там есть целое сообщество на сайте в котором пользователи этой платформы обмениваются созданными ими различными там клипами мультфильмами играми вот и там при великое множество система в том числе переведена на русский язык то есть изначально при установке и у вас система будет на английском так вот там есть возможность перевести весь интерфейс и все команды то есть фактически весь скриптовый язык все на русском будет языке не пугайтесь если у вас вдруг при первом запуске отобразится английский язык это нормально так ну давайте еще допустим рассмотрим скрипт мышки он достаточно простой также он начинается с команды когда щелкнут по флажку дальше задать съел значение 0 то есть мы задаем значение 00 переменный съел дальше происходит цикл повторять пока не повторять пока не съел больше 9 то есть фактически это переводится так повторять пока съел меньше 9 да как только съел значение будет больше 9 то есть 10 или выше как раз таки выполнение цикла останавливается после остановки цикла у нас происходит следующая команда за этим циклом это играть звук клейпинг то есть аплодисменты в но в то же время внутри цикла у нас есть переход в x и y то есть это нас от кама напоминаю команды относящиеся к мышке мышка у нас переходит в произвольное место на сетке по иксу от минус 240 до плюс 240 по игреку от минус 180 до плюс 180 это как раз таки есть все наше игровое поле по которому мышка может перемещаться но можно немножко так скажем мышка иногда действительно прыгает на совсем край там ее практически не видно можно было бы чуть-чуть отодвинуть эти значения например сделав 235 минус 235 плюс 235 и по игреку от минус 175 до плюс 175 и это бы более благотворно бы сказалось на видимости мышки на краях нашего игрового поля дальше идет внутри цикла еще один цикл повторить 25000 этот цикл нужен для того чтобы мышка какое-то время стояла на месте после того как она оказывалась в произвольном месте экран то есть чтобы она не просто бегала хаотично она чтобы оказывалась каком-то экране и хотя бы где-нибудь там секунд пять продолжал там находиться вот после этого выполняется команда если мы ну это код опять же напоминаю к мышке относится если наша мышка касается кота то переходим в следующее случайное значение на поле если же кота она не касается то она остается на этом месте продолжается цикл вот это самый повторить 25000 вот опять же весь собственно говоря весь наш с вами скрипт касающийся объекта мышь так ну и немножко я еще не недорассказал про последние три раздела это разделы сенсоры здесь у нас имеются такие операторы как касаться у какого-либо объекта вот например касается кошки касается мышки касается указателя мыши или там границы экрана касается цвета какого-нибудь вот если бы у нас был например лабиринт и нужно было бы мышки пробежаться по этому лабиринту и касание стенок это бы касалось возвращению если бы касание стенки лабиринта равнялась бы возвращению мышки на исходную позицию то здесь бы мы как раз использовали такую команду как если касается цвета например цвет стенки лабиринта был бы черный то касается черного цвета наша мышка то там она у нас возвращается в x и y стартовой точке также здесь есть расстояние до указатель мыши спросить что-либо и ждать ответ клавиша пробел нажата или клавиши ну другу любая другая пробел пробел это как бы стандартное значение по умолчанию мышка нажата мышка мышка по x мышка по игреку громкости видео движения повернуть видео установить прозрачность видео таймер перезапустить таймер и другие ну и операторы здесь у нас всевозможные как раз таки здесь сложение двух переменных или двух каких-либо значений вычитание умножение деления выдать случайные как раз мы использовали для случайного перемещения мышки по экрану сравнение двух объектов меньше равно больше логическое и логическое или логическое не сливание каких-то двух текстовых строк превращение буквы в слово длина слова остаток отделения числа на какое-то другое число округление квадратный корень от какого-либо числа то есть это все находится здесь вот еще здесь есть раздел костюмы это например можно например касаться одного персонажа например движение там шаг допустим у объекта есть у вас две из две картинки как например человек делает правой ногой ступает и левой ногой ступает и соответственно меняя костюмы там есть такая команда следующий костюм вот вы можете за санимировать например как будто бы человек идет вот это очень активно используется как раз таки в создании рисованных мультфильмах в среде скретч вот раздел звуки предполагает различное использование различных библиотечных звуков вот но в принципе наверное это все вот такое задание мы с вами интересное сегодня решили я благодарю вас за просмотр за то что вы так терпеливо все это дело слушали я надеюсь мой рассказ был более-менее понятен если у вас что-то не получается сделать вы можете задать вопросы в комментарии мне вот попробуем вместе разобраться что именно не получается вот еще раз скажу что среда скретч достаточно интересная вот если у вас есть интерес устанавливайте изучайте также можете посмотреть другие программы по моим ссылкам их там достаточно много в этом списке есть системы рассчитаны на разный уровень подготовки в том числе есть системы которые позволяют более серьезный более глубокий уровень программирования изучить например изучение синтаксиса более-менее подобного либо вообще изучение синтакса некоторых языков там перл и прочие вещи на выбор можно выбирать изучать фактически уже готовый код учиться писать но это для детей более старшего возраста вот я этим видео хотел просто сделать просто вас немножко немножечко заинтересовать показать вам вот такой вот интересный инструмент как который может вам позволить создать игру практически не владея азами даже программирования а изучая их в процессе создания этой самой игры вот на этом же я буду сворачиваться большое спасибо вам за просмотр если вам нравится мой канал то вы можете его немножечко поддержать сумма даже 100 рублей будет весьма и весьма существенным вкладом в развитие моего канала всем спасибо удачи